ПОД КОНЕЦ ГОДА По словам продюсера Resident Evil 7 Массатики Каваты, игрокам не о чем беспокоиться. Несмотря на общую смену концепции, геймеры должны почувствовать себя как дома. Кавата сообщил, что игра не является перезапуском. Это полноценное продолжение серии. Новая часть Обитель Зла выходит 24 января на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Права на игру This is the Police были куплены издательством THQ Nordic. Информация об этом появилась на официальном сайте белорусской студии Whippy. По словам директора компании Ларса Вингефорса, в течение года игра должна появиться на текущем поколении консолей и на мобильных устройствах. Игра вышла на ПК в августе прошлого года и смогла продаться в количестве 165 тысяч копий. Создатели хоррора Пятница 13 рассказали о том, что сервера онлайновой части будут запущены весной этого года. А вот одиночная компания станет доступна только летом. Те, кто поддержал игру на Kickstarter, получат одиночную игру бесплатно, а вот всем остальным придется заплатить. Разработчики обещают воссоздание атмосферы 80-х. Музыку к игре пишет композитор Гарри Манфреддини, который также писал музыку для фильма. Пятница 13 должна выйти на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На своей странице в Facebook компания Nintendo показала нового врага из The Legend of Zelda Breath of the Wild. На скриншоте Линк сражается с неким механическим существом с тремя ногами. В новой части игрокам предстоит отправиться в опасное приключение, чтобы узнать, что случилось в королевстве. Игра выходит в марте на Wii U и Nintendo Switch. На сегодня это все. Если вам было интересно, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. Всем удачных новогодних каникул! Пока!